Все. Добрый вечер, Сеня. Сегодня на связи опять и снова, опять и снова Касай Алиев у нас, которому методике более уже 38 лет, я так посчитал, после вчерашнего сна. И вот у меня очень большая просьба, кто нас сейчас смотрит, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь именно на YouTube канал, ставьте там колокольчик, комментарий и поделитесь со своими друзьями в чате, в телеграмме, в контакте, в группе, в фейсбуке, в инстаграме, для того, чтобы все узнали о методике ключа. Правильно, Саня Алиев? Слушай, ты же их напугаешь всех, потому что они подумают, что-то хотят стюрить. Нет, это наоборот, потому что, когда друг другу помогаем, потому что вы тоже помогаете и мы тоже просим тоже помощи, чтобы методики. Да, вот, я хотел узнать, вы какой-то сегодня начали новую картину рисовать, да? Слушай, я, Алексей, рад тебя видеть, во-первых. Я не начал, а я доделываю картину, доделываю. Я тебе покажу, но вообще-то задел мою больную тему, потому что, когда я занимаюсь живописью, я чувствую такой кайф и всем советую заняться любимым делом. Потому что, если человек занимается любимым делом, он в этом деле одновременно отстраняется от всего. Рутинного, выходит на такое пространство свободного сознания, и там он занимается любимым делом. Я, например, рисую и думаю там о проблемах каких-то, которые у меня нерешенные. Они там прокручиваются в голове, но уже на другом уровне. Ну, получается, что пар, так, слушай, я тебе покажу сейчас одну картину. Это называется чайник. Видишь, пар выпускает. И вот, когда я занимаюсь любимым делом, получается, что я пар выпускаю. Видишь, картина, там чайник. Ну, любой человек, который еще не знаком с методом ключа, чтобы он просто знал, что метод ключ в первую очередь дает возможность разгрузки, чтобы человек выпустил пар. А второе, второе, чтобы он вышел на творческое состояние, когда он может отринуть всю бытовщину. Ты знаешь, для чего искусство нужно? Искусство, как раз таки, переносит человека в область такой реальности, где он от всей бытовщины и рутины отвлекается, наконец. Отвлекается и начинает там постепенно, постепенно приходить к самому себе и понимает какое-то счастье быть собой. Счастье – это быть собой. Но человеку это не удается постоянно быть собой, потому что он все время играет какую-то роль. Роль папы, роль дедушки, роль соседа, роль ребенка. Ну, постоянно у него происходят всякие роли. А самим собой он мало когда остается. Вот когда занимается любимым делом, вот тогда он остается самим собой. Ну и чем больше, чем больше любимых дел у человека, тем больше точек опоры. Я сегодня скажу, если мы этого коснемся, как вообще сохранять ясность ума, уверенность в себе во всех изменяющихся ситуациях и включать все подсознательные ресурсы, чтобы решить какую-нибудь проблему. Я понятно говорю, да? – Да, мне понятно. – Ну, тебе-то понятно, ты просто уже знаешь, да? – А вот мне вот хотелось такой вопрос узнать. Именно на чем делать надо точку опору для того, чтобы она затрагивала все сферы жизни? – Слушай, не могу не поделиться, я еще это не закончил, я только вчера начал рисовать. Типа, смотри, какая безобразная идиотская картина, видишь? – Ага. – У него трубка, трубка там, видишь? – Вижу, вижу. – Голубой дымок Вигвамов, Голубой дымок Вигвамов, Лакфелл писал там такие стихи, но это известнейшие вещи. Я хочу там в следующий раз, если дай Бог у нас получится встреча, рассказать тайну медиума. – Тайну медиума – это такая секретная вещь, как можно, как можно в самой страшной ситуации жизни обратить эту ситуацию, обратить эту ситуацию в произведение жизни. – Ага. – Ну, то есть это такая вещь, которая называется «Как управлять своей судьбой». Ну, у каждого мастера есть своя тайна. У меня тоже есть одна маленькая тайна. Ну, я ее чуть-чуть, кусочек только раскрою, все раскрывать не буду, потому что самая главная большая вещь в жизни – это саморазвитие самого человека. Потому что чудо – это не чудо только на полотне художника, а чудо превращения самого художника. Когда он рисует, он освобождается, вместе с этим он трансформируется и развивается. Ну, это очень такие тонкие вещи, люди умные, они меня понимают. Но есть тайна одна, о которой мы потом в следующий раз поговорим. Это тайна перехода, ключевого перехода из одного состояния в другое, из состояния обычного, состояние творческое, состояние трансфор, состояние включения внутренних ресурсов в любой момент, когда ты это хочешь. Вот это есть большая тайна, но я чуть-чуть, чуть-чуть в следующий раз этого коснусь. Да, это лучше мы завтра расскажем об этом, да, кто будет смотреть. А сейчас еще одну картину покажу. Да, когда мы наберем более 50 лайков, да, мы об этом тайне расскажем, да, в комментариях. А это хорошая картина. О, это я не видел еще. Это супер, это такая картина, о-о-о, посмотри, посмотри, посмотри. Это просто такая картина удивительная. Целостная, видишь, целая. Причем я ее за 40 минут, а вот у меня на стенке дедушкин дом, вот картина, я не знаю, там видно или нет. А я и делал несколько лет. То есть зависит от того, что ты рисуешь и в каком-то состоянии. Поэтому ключ, метод ключ, это навык, который вырабатывается несколькими занятиями, чтобы человек мог разгрузиться, выпустить пар, как чайник, перейти на творческое состояние в любой области деятельности, хоть хореографии, хоть выступления. Видишь, я как сейчас выступаю, да? Да. Как будто я под каким-то допингом, да? А на самом деле нет. Я вообще не пью, не курю сейчас. Вообще. Потому что я знаю, как это делается, как можно переключаться. Но вопрос заключается в том, что чтобы выпустить пар, сделать разгрузку, что сначала надо несколько занятий пройти. Занятий пройти у нас в онлайн-школе «Человек будущего», Homo Futurus. Чтобы научиться использовать энергию стрессового напряжения по своим собственным интересам. Что ты хочешь, туда ее и перенаправляй. Об этом я в следующий раз немножко коснусь. Да. Вот я сейчас этот вопрос все равно повторю. А куда именно точку опоры вы используете? Какую точку опоры, да? Чем больше точка опоры, тем сильнее баланс идет, да? А какая самая идет основа? Еще раз повтори, пожалуйста. Потому что мой любимый афоризм, у меня много афоризмов, там любой человек может почитать один из них. Мы не живем в головах друг друга. И поэтому я не стесняюсь задать вопрос, что ты под этим имеешь в виду? А именно на чем надо человеку делать точку опоры для того, чтобы охватить все сферы жизни? На чем надо делать точку опоры? Да. На точку опоры, главная базовая точка опоры, это реализация твоих способностей, которые есть в потенциале, которые у тебя генетически переданы миллионами лет поколений. И у тебя персонально, у тебя лично, у тебя лично вот вот эта база есть, и наше счастье в раскрытии своих способностей. Потому что это такой, как бы, ну, условно говоря, заказ природы. Если ты не раскрываешь свои способности, ты все время находишься под тисками внешних обстоятельств, которые противоречат раскрытию твоих способностей. Из-за этого у человека возникает стресс. Потому что он постоянно находится в стрессовом состоянии, даже сам того не замечая. он думает, у меня стресса нет, а на самом деле есть. Потому что он в этот момент не может думать, о чем он хочет думать. А ему приходится думать, о чем надо думать. Это вечный конфликт, который, вечный конфликт у человека, который вызывает перенапряжение. Потому что, когда человек находится в стрессе, он не понимает иногда, что он в стрессе. Вот, например, когда отец орёт на своего сына в таком запале напряжения, он в этот момент, он думает, что он прав. Он в этот момент не чувствует ориентиров, точек опоры нету. У него локальное мышление, локальное зрение, сегментное в виде жизни. Он в этот момент орёт, и он в этом коридоре своего мнения. Он думает, что он прав. Понимаешь? А потом, когда он успокоился, он думает, господи, да что я взглянулся по фазе, что ли. Потом пошёл извиняться. Я думаю, вот это можно из методики, методика ключа её применить, да? Из следующих занятий мы её покажем. Конечно. По крайней мере, когда я, эмоции у меня бывают. По крайней мере. У меня уже есть какой-то второй самоконтроль. Второй самоконтроль. То есть я не теряю, я не теряю ощущение, что я где-то не прав. Ну, просто не могу удержаться. Я тоже могу накричать на кого-то. Ну, это всё реже и реже, реже и реже, потому что уже появился опыт, навык, мудрость. Потому что я применяю ключ, а когда человек применяет ключ хотя бы пять минут в день, пять минут в день, уже научившись, научившись, пять минут в день применять, у него всё там устаканивается. И потом, даже если у него волна такого эмоционального всплеска, где он теряет ясность ума, то у него она фоновая. Уже фоновая, здравый смысл уже есть. Второй самоконтроль. Стресс. Который помогает ему чувствовать, как быстро снять этот стресс. Как быстро восстановить себя. Как быстро найти слова, чтобы оправдать ситуацию. Как быстро переключиться. То есть вот эти вот переключаемости у человека получается после нескольких занятий как бы смазанными. Как коробки передач автомобиля. Может так работать, как коробка передач автомобиля. И там есть нейтральное положение. Пустое состояние. Нейтральная скорость, знаешь, в автомобиле. Я понимаю, о чём. Ну, сейчас уже это переключатель же в автомобиле стал автоматически. Раньше же рукой надо было переключать, а сейчас автоматически переключать. В мозге автоматически переключатель. Поэтому, когда у человека происходит изменение эмоционального состояния, он не понимает, что там эта коробка передач работает. Он просто не знает об этом, что в мозге так все просто устроено. Это одна из моментов тайны. Мозг устроен необыкновенно просто, как автомобильная коробка передач. Да-да-да, кто-то скажет, что за чушь он несет. Я на самом деле серьезно говорю, потому что я же специалист, именно глубокий специалист в этом деле, психофизиолог. Я тебе могу сказать, мозг устроен необыкновенно просто, как автомобильная коробка передач. Переключение в мозге происходит через некое нейтральное свободное состояние. Когда пустота. Там ничего нету, там ноль. Вот через этот ноль происходит переключение. А когда мы несколько занятий в онлайн-школе Homo Futuros, Человек будущего проводим, то человек несколько раз выходит на этот ноль, на эту пустоту, научается там переключать уже сознательно, и поэтому свой биоавтомат, он берет под свой контроль. А это оказалось так просто, что даже в голову не приходит. Просто люди этого не знают. Большинство людей вообще об этом никогда не задумывались, потому что это не является пролитом их интересом. Ну, каждый же хорош в своем деле, в своих способностях. Я согласен. Ну, я, допустим, скажу сейчас кому-то, хочешь знать, как мозг устроен, но скажут, да нафига мне это. И вот это, вот хотел узнать еще, когда именно школа у вас в следующем? Чтобы вы уже знали уже. Онлайн-курс у нас один раз в месяц, один раз в месяц бывает. Вот у нас в прошлый раз проходил в середине месяца, 16 октября, а теперь у нас будет где-то, ну, где-то тоже. У нас объявление мы пишем в Фейсбуке на моей странице, ВКонтакте на моей странице, в Ютубе мы сообщаем объявление, что очередной онлайн-курс ежемесячный происходит один раз в месяц, такого-то числа и тему сообщаем. А сколько она идет по времени обычно? Ну, обычно она идет где-то у нас, ну, два-три часа. Поэтому мы там пишем особый мини-онлайн-курс. Особый – это непростое, потому что мы там даем уникальный контент, которого в мире нет. Вот во всем интернете, если ты посмотришь, ты нигде не найдешь тех приемов, а самое главное – принципов, по которым подбирает каждый человек себе свой персональный индивидуальный прием, который снимает стресс автоматически и переключает состояние из хаотичного мышления в состояние гармонии, в состоянии гармоничного состояния, когда он может творить, создавать, восстанавливаться, выздоравливать, лучше обучаться, лучше тренироваться, лучше выступать, лучше рисовать, лучше петь, лучше общаться, расширять круг общения. Там много чего происходит. И ты не увидишь это в интернете, потому что во всем мировом интернете, к сожалению, нету такого понятного, просто излагаемого принципов, правил и приемов подбора индивидуальных действий, снимающих стресс автоматически и позволяющих человеку совершать все, что называлось раньше, трансформацией, аффирмацией, настройкой, установкой, развитием. Ну, в общем, короче, разными словами называется одно и то же. А на самом деле это просто предвкушение желаемых изменений. То есть ты снимаешь стресс с простейшим действием и выходишь на предвкушение желаемых изменений. То есть когда начинает исполняться твоя боли, но без такого насилия над собой. Я тебе заодно хочу сказать очень страшную вещь. Хочешь страшную вещь? Всегда. А что ты так любишь страшные вещи? А потому, что ее снимать надо. Она снимает сердце, включив все, и проще становится. Да. Дело в том, я скажу страшную тайну, скажу, что где тратится основная энергия человека. Да? Когда он исполняет не свои роли. Когда вот ему хочется, например, петь, а его заставляют танцевать. Или когда, например, он хочет спать, а его заставляют бегать по утрам ради его же здоровья. А ради его здоровья ему надо, наоборот, выспаться. Потому что здоровье, образ жизни, это не бегать, вопреки тому, что ты хочешь выспаться. Ты понимаешь, в чем дело? Вот у людей большая путаница в голове. Потому что дают совет, утренний бег полезен для здоровья. Ну и все ведутся. И начинают бегать по утрам. А кому-то по утрам полезно бегать. А кому-то вредно. То же лекарство может быть ядом. В зависимости от дозы, когда, кому, когда, зачем. Ну это очень важно. Вот. Так. Еще вот у меня какой еще был вопрос, да? Что такое ключ для саморегуляции? Тоже. Мы не отмечали еще. Ключ для саморегуляции – это навык управления своим психическим и физическим состоянием, который вырабатывается несколькими занятиями, практическими занятиями. Примерно по 45 минут, как школьные уроки. Ну, кому-то нужно больше, кому-то меньше. Ну, в нашей онлайн-школе человек больше, хомофутурус, это и есть, и там, и короче. Там 30% людей осваивают ключ за одно занятие. 30% людей. 30% людей вообще и аутотреник осваивают за одно занятие, и медитацию осваивают за одно занятие, и альфа-состояние, так называемое, осваивают за одно занятие, и много чего они осваивают за одно занятие. 30%. А остальным нужно несколько занятий. А еще остальным людям нужно сначала зажимы снять, нервно-мышленные зажимы. И там я даю в школе, как снять вот эти вот зажатости, как выровнять, освободить шею, как наладить кровоток мозга, как снять панику, как снять страхи, как восстановиться. Там много чего. Все зависит от того, когда, как и сколько, и зачем он это делает. Да, а если вот человек заболел, вот у него температура прям, это, она полезна, методика ключа, именно для того, чтобы вот это вызреть. Вот примерно грипп какой-то у него произошел, у него температура высокая. Конечно, конечно, полезна, потому что ключ в каждом человеке от природы есть. Просто он его не осознал. А я помогаю ему это осознать. И в школе мы как раз показываем, вот же твои способности. Ой, а он говорит, а я на это и внимания не обращал. Ты понимаешь, у каждого человека ключ-то есть. Просто он находится под порогом сознания. А когда я рассказываю разные примеры, и люди там, у нас такие молодцы, участники школы, просто великолепные. Они делятся опытом между собой, они пишут свои комменты, они ставят свои видео, дают советы. Это потрясающая школа. И там мы видим, что многие люди вдруг просыпаются. То есть они говорят, да, слушай, это мне в голову не проходило. Потому что это так очевидно, что в голову не приходит. Потому что, как говорится, лицом к лицу лица не увидать. Надо отойти на расстояние. Правильно, да? Да. Ну, когда вот они видят, как другие снимают у себя стрессы, как начинают заниматься творчеством, как начинают открывать свои таланты, как начинают становиться более уверенными в себе там. Ты понимаешь, что это интересно? Ключ у каждого человека есть от природы. Потому что раньше, миллионы лет назад, академии же не было. А люди-то жили. А люди-то жили как-то, правильно? Да. Мы помогаем в нашей школе просто понять, как они устроены, как люди устроены. И на разных примерах даем принципы, правила и приемы, как я сказал, которых в интернете раньше не было. Чтоб человек понял, как он устроен. Слушай, и потом он сам начинает вспоминать, когда и как он это использует. Каждому индивидуально, да? Каждому индивидуально. Каждому индивидуально, да. У каждого индивидуально. Я тебе не надоел еще, нет? Ну, все, я думаю, хватит уже. Все. Мы еще, так еще хотим, пообщаться маленько, да? Из-за этого. Спасибо. Конечно, конечно. Потому что ты мне там написал, давайте сделаем несколько интересных роликов. Потому что много людей, которые задают такие вопросы, которых это интересует, но они нигде не видели все в собранном одном месте. Да. А если мы несколько роликов сделаем, то человек сможет в одном месте увидеть несколько роликов, которые касаются каких-то важных вопросов. Ты вот готов эти вопросы, задавай мне. Да. А почему я начал с картины? Ну, ты мне попал в такой момент, когда я в этот момент как раз думал, как картина закончила. Да. Вот, видите, как. На все вопросы есть всегда ответы. Из-за этого. Ну, все. Мы будем на связи. А все равно я всех призываю, чтобы лайки, комментарии ставили, подписывайтесь на канал. и, самое главное, делитесь всем миром. Потому что вот это... Спасибо тебе, Алексей. Спасибо тебе. Ты располагаешь в беседе. У тебя есть такой солнечный магнит. Солнечный магнит. Давай в следующий раз мы сделаем такое еще видео. Задай мне вопрос. А я тебе скажу, вот, как у тебя этот солнечный магнит работает. И тогда многие-многие тоже поймут, как мозг устроен. И у себя, каждый, кому не хватает этого магнита, тоже найдет свой магнит. Давайте. Это можно. Все. Я останавливаю ролик. Ладно? Давай. До встречи. До встречи. Все.